всем привет сегодня я расскажу как быстро сохранить секвенцию как с ней просто работать как быстренько просмотреть то что у вас получилось при рендеринге анимации чтобы не выводить постоянно не рендерить в автор эффекте вашу секвенцию значит сегодня я вас познакомлю с программкой pd player ее создатели те же самые что и создатели v-ray значит после того как вы уже отрендерили свою анимацию вы получили вот такую вот такой списочек файликов значит ваши ваши последовательные кадры и для того чтобы просмотреть анимацию многие открывают автор эффект и уже оттуда конвертируют в видео файл но это все долго и бы не совсем удобно как это сделать быстро я сейчас покажу открываете pd player просто кликайте два раза по срединке выбираете папку с вашей секвенцией и кликайте на первом кадре pd player сразу понимает что это анимация все видео вы можете просмотреть ваше видео прям нажал эту кнопочку значит анимация идет довольно плавно может быть на видео есть какие-то рывки но на самом деле все происходит очень даже практически как видео натурально значит вы можете просмотреть что имеется здесь слои но это уже отдельная тема значит что может еще педи плеер он сохранять эту секвенцию видео файл и вам обратно таки не нужно заходить в after effect для того чтобы сохранить вашу секвенцию в видео файл вот просто нажимайте файл save layer 1 сохранить слой как выбирайте куда сохранять называете файл имя сдаете ему либо ави либо quicktime выбираете кодек также качество и платформа windows или mac значит просто сохранить он показывает когда сохранится ваш файл следовательно из картинок этот способ очень простой я его практически постоянно использую педи плеер очень очень легенькая программка она не нагружает систему ее там ничего сложного не нету и вот вы можете посмотреть что у нас получилось очень качественные ави файл весит всего лишь 33 мегабайта это при тех параметрах что мы задали для сохранения значит если все же еще кто-то не знает как сохранять в after effect вашу секвенцию я покажу то что когда-то для меня это была проблема очень много уроков по автор эффекту частности эндрю крамера можете воспользоваться гуглом эндрю крамер у него очень хорошие уроки есть даже переведенные уроки на русский язык на сайте на сайте aeclub так что можете там их посмотреть просто значит как сохранить секвенцию в after effect правой кнопкой в этом окошке import файл выбираете вашу секвенцию первый кадр так же само after effect понимает уже что у вас секвенция здесь видно несколько картиночек перебрасывайте вашу картинку в окно композиции она подписывается сразу что это ваша композиция и он понимает уже что это последовательных кадров вы можете просмотреть их вот здесь нажать на эту кнопочку и просмотреть ваше видео значит after effect не такой быстрый как pd-плеер он может подтормаживать особенно если много слоев и там всяких плагинов дополнительных то есть вот так может не быстро у вас прокручиваться анимация композиция значит настройки композиции существуют это выбираете вот это окошко вот это окошко и композиция compositing settings что это такое это разрешение вашей композиции это фреймрейт это сколько кадров будет в секунде здесь есть по умолчанию и другие значения можете задать свое и вот что будет вас интересовать это время время композиции время вашего видеоролика вы можете задать его больше допустим пусть будет 50 секунд 60 ок и вот здесь сразу видно в таймлайне что ваша композиция увеличилась но ваш ролик длится всего лишь допустим 30 секунд там или чуть больше дальше у вас будет пусто вам нужно либо скопировать новый слой чтобы был виден либо какие то другие слоя но это уже отдельная история сейчас я покажу как сохранить как сохранить вашу это включить выключить слоя значит как сохранить вашу анимацию в вашу секвенцию в After Effects значит настройки композиции вы уже поняли выделяете это окошко вот они и теперь это Render Quoia значит при выделенной вашей композиции тоже нажимаете эту кнопочку у вас появляется вот такое окошко переключаться вот так вот ваши композиции вот ваши параметры рендеринга качество Based Full ну здесь по умолчанию оно все стоит вот ваше здесь можете уже выставить фреймрейт ваш если вы все таки решили изменить его на этапе рендеринга Output Mode это значение которое нам нужно это в этом окошке задаются параметры выходного видео файла я использую H264 нормальный кодек он быстрый и довольно таки легкий значит вот его параметры Frame Rate Height Высокое качество значит если вы будете использовать звук не забудьте поставить вот здесь галочку потому как если вы ее здесь не поставите звука в видео файле у вас не будет если вы используете звук в слоях добавите какую-то музыку или что-то подобное значит ну и название композиции самой куда ее сохранять по умолчанию на рабочий стол значит все рендеринг эта кнопочка отрендерит вашу анимацию вашу секвенцию в принципе секвенция рендерится очень быстро есть возможность у After Effects использовать рендер видеокартами тогда будет еще быстрее потому как если вы рендерите через процессор то он неравномерно нагружает ядра то есть не полностью использует ваши ресурс вашего компьютера After Effects больше подходит для рендеринга видеокартами вот он дорендерил уже прозвучал сигнальчик такой и можете посмотреть что получилось получилось то же самое что и при применении PD плеера но дольше и зачастую вам не нужен видеофайл то есть это пустая трата времени вам нужно всего лишь сохранить посмотреть на то что у вас получилось либо тестовые какие-то сделать проверки вот но видите что качество то же самое абсолютно можете задавать качество тут или там но это уже детали все спасибо за внимание до встречи встречи до встречи Продолжение следует...